«Как пить воду, чтобы похудеть?» Вторая часть. Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале «Доктор Скачков». Я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачков. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг вы можете купить через интернет. А сегодня я решил продолжить серию видео «Что стоит делать?» Чтобы ваше время истекло позже. Я решил рассказать, как пить воду, чтобы худеть. И раскрыть три секрета диетолога. Дать семь советов диетолога. Какая самая лучшая диета для похудения? Если вы хотите похудеть или снизить вызов только воду — у вас есть сразу несколько возможностей. А используя советы и секреты диетолога, у вас получится и похудеть, и ваше здоровье сохранить. Как пить воду, чтобы снизить вес? Самый быстрый способ снизить вес и похудеть — это водная диета для похудения. Считается, что это самая лучшая диета для быстрого похудения. И самая быстрая диета для похудения. Часть экспертов рекомендуют именно водную диету. Я водную диету считаю экстремальной. И не советую ее применять. Но! Если вас водная диета интересует — я вам про водную диету расскажу. Калорийность водной диеты — 0 ккал. Соответственно, самая высокая скорость снижения веса. И самая быстрая диета для похудения. Как правильно поддерживать водную диету? Нужно просто пить воду на протяжении дня. Сколько пить воды? Секрет диетолога! Потребность в воде определяет не ваш вес, любая степень ожирения, а ваш рост. Иными словами — рост минус 90. И вы получаете искомую цифру. Которую умножаете первично на 30. Это необходимый минимум в миллилитрах для поддержания водного баланса. Оптимум находится в пределах от 30 до 50 миллилитров. Умножаете на ту цифру, которая у вас есть. И к оптимуму нужно стремиться. Учитывая возможности вашего организма. Находясь на водной диете на воде экономить не следует. Экономия воды даст вам временное снижение веса за счет высыхания организма. Поэтому совет диетолога — за сутки на водной диете должно быть не менее 1 литра мочи. Лучше не более 2 литров. Основное количество должно выделяться в светлую часть суток. И примерно за 5-6 мочеиспусканий. При этом вы правильно поддерживаете водный баланс. А реальное снижение веса на водной диете — это уровень вашей активности на водной диете. Благодаря которому в обмене веществ будут использоваться накопленные углеводы, белки. И ваша основная цель — жиры. И реальное снижение веса. Как долго можно соблюдать водную диету для похудения? Или по-иному — лечебное голодание? Чаще всего рекомендуют соблюдать водную диету не менее 3 дней. Если вы выбрали такую диету для похудения — тогда совет диетолога. Водная диета должна продолжаться не более 5 дней. Если более продолжительное время — пострадают ферменты пищеварительной системы и печени. И вы потратите не один месяц на восстановление своего организма, используя советы диетолога. Еще одна возможность — как пить воду, чтобы худеть? Часть экспертов советуют практически ничего не менять в вашем рационе. Рационе питания — образе жизни. А просто увеличить количество воды. И все. Внешне кажется, что это самое простое решение. Нужно просто пить воду утром натощак. А также пить воду перед едой. Пить воду между приемами пищи. Иными словами — просто больше пить воды и худеть. Но! Если вы не хотите ничего кардинально менять в своем режиме и рационе питания — тогда секрет диетолога! Вы можете снизить вес и похудеть! Правильно употребляй воду только утром натощак! И все! Больше ничего менять не советую! Если нет непроходимости привратника — даже самый нескромный ужин успеет покинуть ваш желудок! И вода утром натощак принесет вам пользу! Сколько воды нужно в этом случае выпить утром? Обычно рекомендуют один-два стакана! Всем! Вне зависимости от пола, возраста, уровня здоровья! Понимаете, что это абсурд! Поэтому еще секрет диетолога — потребность в воде и количество воды утром натощак! Определяют снижение веса за ночь! Чтобы определиться, как пить воду утром натощак после сна правильно — вы должны взвеситься вечером прямо перед сном! А потом — утром после опорожнения мочевого пузыря! Разница между двумя цифрами — и есть искомая потея веса за счет воды! Которую вам нужно утром компенсировать! Часть экспертов рекомендуют использовать воду для похудения и на протяжении дня! И часто рекомендуют принимать воду за 1 час перед едой в количестве 1-2 стакана или 200-400 мл! Но не учитывается когда и каким был предыдущий прием пищи! Иными словами — вода перед едой должна попадать в пустой желудок! Знаете, когда вы можете быть уверены, что ваш желудок пустой? Совет диетолога! Если у вас язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в состоянии обострения, то появление голодной боли сигнализирует, что желудок пустой! Обычно это происходит через 1,5-2 часа после еды! Но! Язвенники не страдают чаще всего от избыточного веса! Чаще — наоборот! Если у вас хронический гастрит в стадии обострения — вы также знаете, когда желудок почти пустой! По исчезновению боли после еды! Но! При обострении гастрита чаще избегают приема как пищи, так и воды! И переходят на более скромное питание, что само по себе снижает вес! В иных случаях — только гастроскопия! Если вода перед едой не успевает покинуть ваш желудок! Или вы попали водой в желудок с едой! Нарушается переваривание пищи! И наряду со снижением веса за счет затрат энергии на всасывание и удаление воды у вас появляется еще дополнительный бонус! Снижение веса пойдет более активно! Быстро похудеть у вас получится! Ведь реальная калорийность вашего обычного рациона резко снизилась! За счет активности патогенной микрофлоры! Но! Вы как минимум попали на еще более несбалансированную диету! Чем у вас была до этого! Если усилилось вздутие живота, урчание, увеличилось количество каловых масс, то вы очень дорогое снижение веса проводите! Скорее всего у вас усилился дисбактериоз кишечника! И при таком снижении веса вы еще теряете примерно 30% жизни каждый день! Вы уверены, что этого достаточно для восстановления нарушенного обмена веществ? У вас нарушен как минимум жировой обмен! А возможно и обмен углеводов и белков! Если вы реально хотите ничего не меняя в системе питания! Просто добавить воды и худеть! Полезный совет диетолога! Найдите в интернете мои видео как пить воду правильно до еды, как пить воду правильно во время еды, как правильно пить воду после еды, как правильно пить воду вечером перед сном, Как правильно пить воду ночью? Как правильно пить воду летом? Как правильно пить воду на протяжении дня? Мужчинам? Женщинам? Эти особенности нужно учитывать. И тогда вы ничего не меняя в своем образе жизни будете просто правильно пить воду. О том, сколько и как правильно пить воду утром натощать — я вам уже в этом видео рассказал. Если чтобы снизить вес и похудеть, вы ведете более активный образ жизни — тогда еще совет диетолога! Найдите мои видео «Как пить воду правильно при занятиях спортом?» «Как правильно пить воду до тренировки?» «Во время занятий спортом?» «Как правильно пить воду после занятий спортом?» Такие видео также есть на канале! И вы их можете использовать для своего здоровья! Тогда вы реально можете ничего в своем рационе не менять! Но! Перед тем как этими возможностями воспользоваться — еще один совет диетолога! Вы должны определиться, какую лучше пить воду, чтобы похудеть! Даже несколько стаканов воды низкого качества безвозвратно отберут у вас здоровье! Вместе с килограммами! Если килограммы веса могут самостоятельно вернуться — то здоровье очень сомневаюсь! Поэтому еще один совет диетолога! После этого видео посмотрите мое видео «Как пить воду, чтобы худеть?» или «Какую лучше пить воду, чтобы похудеть?» 9 полезных советов диетолога! И когда вы определитесь, какая вода лучше в зависимости от условий ее употребления — для вас появляется реальная возможность и похудеть! И здоровье укрепить! Какая же самая лучшая диета для похудения? Совет диетолога! Индивидуально подобрая! Не вами! По количеству набранных килограммов и скорости снижения веса! А с учетом особенностей работы вашего организма! На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео — не забудьте поставить на него лайк! А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас! До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко»! Субтитры создавал DimaTorzok